2018 год — это год веры, год поста, молитвы и поклонения. Благослови нас из среды народов и дарававши нам Тору. Благослови Господь, дающий Тору. Аминь. В общем, 19, 20, 21 глава. Хукат — это, по первым словам, это устав или предписание закона. Хукат хатора. О чем говорится? Порядок очищения пеплом рыжей телицы, смерть Мариам в Кадесе, ропот народа и чудесное извлечение воды из скалы. Господь прогневался Моше и Орона, смерть и Орона. Опять ропот народа против Бога и Моше. История с медным змеем, победа Израиля над Сигоном и Огом, царями Амарейским и Вассанскими. В общем, множество интересных событий. Вот. И есть о чем говорить. Ну, в связи с тем, что по особенностям сегодняшнего служения мне дали 10 минут, хотя у меня подготовлено значительно больше. Ну, даже уже больше дают немножко, ну, посмотрим. Значит, мы будем, ну, скажем так, я не буду такой полноценный богословский разбор делать, все-таки сделаю покороче такой, сделаю такой немножко эмоциональный комментарий на комментарий, на свой комментарий. Вот. Эмоциональный, потому что в ходе подготовки у меня было такое, знаете, такое духовно-эмоциональное переживание, связанное именно с подготовкой. Я прочитал несколько раз, значит, и однажды я верю, что Господь, или, в общем, я проснулся в среди ночи, совершая, как будто бы я и не спал. Я понимаю, что у меня внутри меня происходит, мне Господь показывает образы Моше, которые Он даровал нам через Тору. Вот. И начиная от моментов сотворения, ну, я не видел прямо там моментов сотворения, я просто понимаю, что у меня мелькают эти образы, да. Значит, и момент с жертвоприношением Исхака, значит, и потом и, значит, Иосиф, как образ Моше, и Песах, да, то есть ягненок на Песах, и сам Моше, вот. И вот этот ангел лица Божьего, который вел этот столб огненный, да, значит, и лестница, это просто вспоминаю, да, и лестница между небом и землей, когда Иаков спал на камне, да. Это что же образ Моше, то есть кто соединил небо и землю для людей, да. Вот, значит, и множество-множество образов, которые Господь показывал, они у меня прошли, знаете, и я лежал в таком благоговении, вот, и просто, просто вот благодарил Бога, Боже, как Ты велик, спасибо Тебе за Моше, спасибо Тебе за Мессию. То есть я переживал именно образы Мессии, которые даны нам в Торе, да. И вот, и в сегодняшнем, это не просто так, я верю, у меня было это духовное переживание, потому что в сегодняшнем разделе есть два мощнейших образа, которые показывают нам Мессию, да, это медный змей и это красная или рыжая телиса, они как раз вот в 19 и в 20 главе. Ну, про медного змея я как-то, может быть, и не буду подробно говорить, потому что этот образ более-менее понятен. Мы, когда мы, например, вот читаем 3 глава Евангелия от Иоанна, помните встреча с Никодимом, значит, в 3 главе 14 стих Ишова, он говорит Никодиму, ибо как Мамаше он вознес медного змей, так и так положено будет, так надо будет быть вознесенному и сыну человеческому, да. И дальше там идут вот эти слова, дабы никто не погиб, но имели жизнь вечную. А дальше идут те слова, которые мы знаем, это самые любимые и знаемые каждым христианином слова о том, что ибо так возлюбил Бог мир, да. Вот, то есть мы видим это связанное. И я хочу сказать, что вот то, что мы читаем сегодня, это как раз, скажем так, ветхозаветное или прочтение Танаха, да. Вот через Танаха Бог даёт то же самое, что Он сказал Иоанна 3,16. Здесь Он даёт вот через образы медного змея и через телицу. Ну, я говорю, ну, медного змея я немножко оставлю, да, всё-таки понятно, да, то есть это образ креста. А вот телица, ну, непонятно, что там Ешо, как говорится, как телица, вот, значит, конечно, ну, в наше общение можно многие вещи услышать, такие для многих христиан, может быть, не совсем понятно. Вот когда Витя Расюк, он рассказывал, помните, про двух козлов, отпущение, да, и которого заклали, тоже образ Ешо, и он объяснял, почему это. И красная телица, она тоже образ Ешо. Ну, смотрите, вот давайте вот мы будем читать, смотрите, и Господь, это 19 глава, 1-2 стих. И Господь сказал Маше и Арону, говоря, вот устав или предписание закона Хуката Тора, который заповедовал Господь, сказал, говори сынам Израилева, пусть приведут тебе корову рыжую, без порока, у которой нет изъяны, на которой не было ярма. И дальше сказано, что это должен взять священник, будущий первосвященник, это Елеазар, он должен отвезти застан, и там кто-то должен, там, кто-то перед ним должен её заколоть. Мы видим здесь, да, и потом самое интересное, потом именно её должны сжечь, и пепел этой телицы очищает от смерти, ну, от соприкосновения с мёртвым телом. Мы видим здесь, как бы, прямо, ну, если мы говорим об образе Мессии, да, об образе Ишо, то кто есть, у которого нет изъяна, у которой без порока, и на котором не было ярма, то есть он не служил никому, кроме Господа, да. Вот, конечно, это Ишо. Чья смерть и воскресенье очищает нас от всякого греха? Конечно, это Ишо. Значит, и, соответственно, пепел рыжей телицы тоже говорит об этом. Ну, здесь вот вопрос, смотрите, значит, вот очень интересный вопрос. Здесь получается, что всё, что соприкасается с пеплом, все с пеплом, и потом, впоследствии, с очищениями, то есть даже если человек берёт вот этот вот пепел с водой, смешивает и очищает, и он тоже становится нечистым. То есть сам пепел очищает, имеет самую сильную очистительную силу, да, в сочетании с водой, а в то же время все, кто соприкасается с ним, они становятся нечистыми, да. Вот. И, конечно, когда мы начинаем размышлять над этим, вот, я согласен здесь с теми комментариями, которые говорят, почему именно соприкосновение с мёртвым телом, ну, даёт такую нечистоту, скажем так, да, что надо, не просто надо что-то, а надо очень редкое что-то, ну, рыжая телица, она рождалась раз в несколько столетий, всего по истории было то ли 7, то ли 9 рыжих телиц, ну, это по преданию, то есть, понимаете, очень редко. Мало того, что она рождалась так редко, микроскопическая доза пепла, она, ну, в сочетании с водой, вы понимаете, что одна телица на несколько сотен лет, там, на 200, на 300 сотен лет, то есть миллионы людей надо было, которые соприкасались, там, или сотни тысяч надо было за столетия эти очистить потом, которые приходили в храм, вот, то есть она имела такую очищающую силу, да, то есть это говорит о том, что, первое, смерть, она сама по себе, она идея смерти, она ненавистна Богу, потому что Бог не сотворил мыслящих существ, ни ангелов, ни людей, Он не сотворил для смерти, они должны жить вечно, это первое, то есть сама идея. И всё, что соприкасается со смертью, да, вот оно, Бог, Он просто показывал, что это ему не нравится, да, то есть это, 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 это не было, это не было в его планах. И то, что может очистить, даже от соприкосновения смерти, не от самой смерти, вы понимаете, а от соприкосновения с ней, то есть оно даёт такую нечистоту, что должно быть нечто совершенно редкое, совершенно сильное, да, то есть, ну такое, что вообще искать и не переискать, как говорится, да, вот, то есть это действительно образ Ешоа, это образ, ну, данный тем людям, да, значит, для нашего времени, вот, то есть для того, чтобы мы понимали, что всегда, значит, образ Мессии, он проходил от начала, от первого слова Библии, да, до последнего, всё Ешоа через Него начало быть, да, и всё для Него начало быть, и вообще, по большому счёту, мы сотворены только для Него, во имя Его, да, и им мы сотворены. И смотрите, итак, значит, о чём мы здесь говорим? Мы говорим о чистоте, да, или нечистоте. Мы говорим о том, что может привести, что может привести к тому, что разделяет человека и Бога, потому что только чистое сердцем Бога узря. То есть по-другому не бывает. Ничто нечисто не войдёт в святой город, да, потом, в Новый Иерусалим и так далее. То есть ничто не может нечисто приблизиться к Господу, потому что, ну, оно просто сгорает его присутствие. Поэтому сама идея чистоты, она должна быть очень близка к любому верующему человеку, потому что любой верующий человек, он хочет приблизиться к Господу, да. То есть это то, что, это мечта любого человека, как можно ближе приблизиться к Господу, потому что в Нём ответы, в Нём жизнь, вот, в Нём наше настоящее будущее, наша судьба. Мы хотим приблизиться к Нему. Бог, Он чистый, Он святой, Он отделён от всякой нечистоты. И в этом грешном мире очень много всего, что даёт эту нечистоту. Вот, значит, и Бритхадаша, Новый Завет, он продолжает эту идею чистоты. То есть если мы читаем, например, Иоанна 3.3, то есть говорится о том, что мы должны очищать себя, и апостол Павел 2 Коринфянам 7.1 говорит, от всякой скверны плоти и духа. Понятно, для чего мы должны очищать. И я хочу сказать, что, знаете, особенность нашего времени, нашего времени, это именно, вот, прежде всего, вот этот вот вопрос нечистоты. Ну, не знаю, согласны вы со мной? Чувствуете, о чём я говорю, да? Потому что дьявол, то есть враг в дух человеческий, он понимает, чем он может поставить преграду между Богом и человеком. Даже не самим грехом. Нечистота, это не обязательно грех. Нечистота, это следствие, ну, это следствие греха, и нечистота, она может быть даже не будучи грехом. Посмотрел, запачкался, прикоснулся, запачкался, сказал, запачкался, что-то сделал, запачкался. Вроде бы и не грех, но уже нечистота. Уже придёшь к Богу, и уже медные небеса. Он не слышит, понимаете, о чём я говорю. Поэтому враг в дух человеческий, он очень хочет, чтобы мы пачкались, он очень хочет, чтобы мы были нечистыми. Поэтому этому служит всё. Ну, вот всё служит. Весь мир, его, значит, похоть плоти, похоть очей и гордость житейская, да, она вся вот направлена на это, чтобы нас, в том числе верующих, запачкать, прежде всего, чтобы поставить вот эту вот преграду. На что мы смотрим, эти бигборды, да, какие фильмы мы смотрим, да, а как мы говорим, мы же запачкаться можем только словами об этом, соответственно, слово говорит, да. Что мы чувствуем, ложимся мы спать во гневе или мы отпускаем этот гнев, мы решаем этот вопрос и так далее. На соседей мы там что-то там с кем-то обсуждаем, не обсуждаем. Это всё моменты духовные, понимаете, вроде бы такие они обыкновенные, там имеется в виду одежда, да, там, ну, много чего, поведение. То есть вопросы чистоты и нечистоты, это то, что выходит сейчас на первый план. И особенно, конечно, враг хочет поразить молодёжь, вот, и когда, особенно старшее поколение верующих, там, или родители, когда они, понимая всю, как бы, вот опасность нечистоты, не говорят, это же запачкает, это, ну, сделает тебя нечистым, да, ну, это, ну, и обычно молодой человек, ну, это не только молодой, он говорит, да подумаешь, там, я-то всего-то там сходил на дискотеку, да, там, среди бисюков немножко порезвился, я там, значит, всего-то посмотрел там фильм, там, Гарри Поттер, там, и так далее, я там всего-то подумаешь, вот, но на самом деле, на самом деле это говорит о том, что люди не думают, да, когда вот так вот говорят, да подумаешь, что это там оно принесёт в мою жизнь, да принесёт оно в жизнь нечистоту, даже, может быть, не грех, но нечистота к нечистоте, нечистота к нечистоте, оно наполняет жизнь, оно наполняет сердце, а больше всего храни его, храни сердце своё, ибо из него источники жизни. И закончить я хочу, знаете, вот этим вот призывом, размышлением, что ли, о том, о чём говорит Иоанна 3, 2 и 3, 3, и там говорится о том, что мы надеемся встретиться с Ишо, ну, это 3, 2, да, я просто пересказываю, а тот, кто имеет эту надежду, он очищает себя, потому что он чист. Друзья, пусть вот это вот слово, оно сопровождает нас, да, потому что это очень важно, очень нужно, вот, и это, это наша жизнь, слава Ишо. 2018 год – это год веры, год поста, молитвы и поклонения. «Израэль»